всем привет едем в общем в поезде достаточно комфортабельно здесь блин так трясешь что это просто невозможно к нам постучали или мне кажется я говорю мне кажется или к нам стучат ты будешь они селедкой да иди лучше чипсы возьми чипсы тогда чипсы пусть возьмет один из минусов здесь нет ресторана сейчас будет немножко трястись вот так камера потому что нереально трясет я потом расскажу почему ресторана нету все что можно купить поесть это сухарики всякие там разные сухие снеки а поменьше не было пачки сколько они стоят цены сами понимаете вон слышно как дверь трясется мы поедем и все равно вот так трясется ну ладно в общем плюсы я потом вставлю там видео какие плюсы есть значит есть душ биотуалет понятное дело самое главное для меня что здесь есть дверь в которую можно заходить есть глазок то есть можно посмотреть кто там пришел кто включится а дальше что мне понравилось не нужно стелить постельное белье то есть заходишь садишься как бы на диван сидишь потом просто его опускаешь вниз и у тебя уже постель постеленная это мне понравилось что мне не понравилось как я говорил уже нет ресторана очень это прям вот странно ну во-первых нас получается вагоны которые едут до варшавы это принципные вагоны основной состав идет это белорусские там белорусские вагоны я так поняла что там плацкарты у нас только фирменные вагоны четыре вагоны едут до варшавы мне не понравилось как я говорила что еда продается только всякая сухая еда то есть даже ничего не носят такого вот интересненького мы потому что в москве набегались и хотелось что-нибудь такого не было времени даже забежать купить там творошки йогурты такую какую-то еду и и кстати на белорусском вокзале мы не нашли место где можно нормально и вкусно поесть вот в округе этой то есть какие-то шаурма бургеры и так далее мы зашли в сабвей и взяли себе сэндвичи там с разными начинками вот что мне еще не понравилось вот это ужасная трясучка это просто я никогда так не ездила чтобы так трясло и как мне объяснила проводник что эти вагоны едут так только по нашей колее когда у нас будет граница белоруссии с польшей наши как мне объяснил руслан что будут менять колеса потому что европейская колея более узкая и тогда уже будет ехать состав как по маслу то есть вообще качать не сейчас видите я выдержу телефон вот так у меня все трясется вот так елена ест чипсы потому что у нас уже еда вся закончилась и остается только вот тратить деньги на всякую гадость что мне не очень нравится а еще какой недостаток значит висят ли эти вешалки для тремпелей куда можно повесить свою одежду но поскольку сейчас зима и у нас нам некуда вешать куртки они получается там не помещаются да там где верхняя полка и наши куртки висят вот так как попало мы до этого ехали рейсом ешкарала москва у нас был также фирменный вагон но был пласткар я брала с тем расчетом что выбрала вагон в котором еще не было продано ни одного билета и я поняла что в этом вагоне будет мало людей ехать мы значит взяли пласткар опять также два нижних людей ехала вообще буквально два купе было занято то есть все боковые все были свободные мы ехали тихо то есть не было вот такой трясучки значит был ресторан потому что мы заказывали завтрак на завтрак нам принесли омлет и мне больше всего понравились там проводники здесь мне проводники не нравятся вот так я скажу некомфортно как-то очень вот но я людей очень чувствую поэтому мне вот не очень не нравились проводники в этом в этом поезде мы значит ехали с ешкарлы наш нас посадил знакомый ешкарле у нас были на три чемодана нас посадил знакомый мы как раз на машине подъехали и наш вагон был прям вот там где мы и приземлились то есть нам надо было вообще буквально 20 метров с сумками на чемоданы на колесах прокатить их до вагона даже может речь у меня сейчас трястись потому что вот так трясет там значит приехали мы в москву встретил мой товарищ кстати говоря полтора года назад я его устроила работать в одну компанию вообще как затрясло устроил работать в одну компанию мы с ним кстати обсуждали что эта компания принесла очень плодотворные такие результаты для него что он все это использовать все эти знания используют сейчас своей работе он работает коммерческим директором в одной крупной компании он меня встретил значит отвез нас на белорусскую помог нам с багажом сдали все сумки в камеру хранения и потом уже он естественно поехал по своим делам дальше на работу мы пошли с миленой гулять зоопарк московский зоопарк мы проходили там два с половиной числа часа до зоопарка мы тоже шли пешком порядка мы устали и обратно уже мы вызывали такси такси от зоопарка до белорусского вокзала обошлось нам 520 рублей достаточно дорого учитывая то что ехать там один и четыре километра всего лишь до расстояния как не объяснил таксист мы попали в фиолетовую зону мы вызывали яндекс такси то есть там был тариф 1 и 8 коэффициент он сказал это самый дорогой район и самое дорогое время в которое вы поехали поэтому в обычный день там такой километраж что бы там 200 максимум 300 рублей вот но мы настолько устали что мне вообще было все равно мне хотелось поскорее сесть тут нас привезли на вокзал потому что как обычно мы когда в москве останавливаемся у нас совершенно не хватает времени мы потом бежим за сумками потому что там как ты не зайдешь вокзал везде нужно сдавать сумки на то чтобы сканировали пока мы там искали где нам поесть в общем 10 раз одно и то же место бегали и пришлось нам долго крутиться на этом пятачке где белорусский вокзал потому что мы искали везде хорошее кафе к сожалению мы ничего не нашли мы взяли эти бургеры у нас были с собой купила милене доширак потому что она его любит есть вчера на его съела сегодня она его запарила и мы его выкинули а так что из еды у нас остались только чипсы и бутерброды с сыром и колбаской вареной но бутерброда мы ели вчера вечером поэтому сегодня что-то уже не хочется бутерброда есть подуспокоилась немножко сейчас не так трясут в общем нас не будет трясти когда будет граница граница будет три часа ночи вот с 3 ночи до 8 утра мы будем ехать спокойненько как по маслу гладенько а пока я не знаю как можно спать когда ты лежишь у тебя вот так вот тут просто вот так все трясет знаете как на морозе зубы так вот так же ты лежишь здесь и так происходит когда темп немножко поезд сбавляет тогда становится помягче он едет нормально не ощутимо но когда он набирает обороты это конечно вообще как на гладильной доске не очень приятно так что вот такие дела еще что мне здесь понравилось что здесь с карточками нужно открывать закрывать купе то есть очень удобно самое главное у нас раковина прям здесь в купе я тоже сейчас вам покажу это видео я вставлю очень удобно то есть ты покушал тут же помыл руки как мне уже посмеялись почему здесь в купе нету еще туалета сразу в туалет сходить и соответственно помыться поэтому но для меня было это очень потому что а и урна здесь прям тут можно мусор выкидывать открывается тут же в столе ящичек на нем пакетик нет и туда мусор но уж мусор я вам показывать не буду поэтому в принципе достаточно комфортно но вот говорю что минус только в том что очень его трясет а милена мне подсказывать да еще здесь автоматические двери то есть не нужно открывать дверь чтобы выйти там к туалету да как у нас там эту дверь руками и и завязываешь идешь себе да там с горячей водой не надо тебе там ничего хотя здесь совсем по-другому расположена здесь проводник находится не справа как обычно у нас а слева то есть справа идет один туалет и другой идет туалет с душем а с той стороны с левой как раз находится проводник еще мне не понравилось что у них нету чтобы бак стоял с горячей водой что пришел сам себе краник открыл и налил то есть них стоит чайник они все время кипятят этот чайник но хотя у них стоит рядом кулер с бутылем и там должна быть наверное холодная горячая вода для меня это тоже загадка может быть он сломался конечно они чайником пользуются но блин на чайник и такой уровень вагона как-то очень странно в общем не скажу я там что ой как классно вау мне нравится нет мы вот кстати съешь королы на москву плацкарте ехали еще мне кажется более комфортно на этом наверное закончу станция какая-то куда мы приехали а я не знаю это россия или уже это белоруссия потому что мы едем в польшу через белоруссии и не знаю где буду прощаться сегодня кстати рождество католическое 25 число волосы забрала хвостик потому что очень неудобно очень неудобно мешают мне они а вот еще покажу дорогу я с собой беру вниз такая штучка вот такая из аэрофлота у меня здесь всякие маленькие штучки да тут у меня маска есть наши зубные щетки и всякие обязательно нить для зубов ой что-то я вам показываю ничего не видно вот всякие у меня здесь есть шампунь есть гель для душа я кстати в душ сегодня ходила в поезде мне надо было обязательно помада зубные пасты для обуви маска в общем вот такую штуку я всегда беру здесь тоже всякие там . маленькая расческа очень удобно что не нужно тащить большие там баллоны с чем-то то есть в эту штучку маленькую все положил вот эти миниатюрные вещички и принципе комфортно и удобно все ребята я пошла наверно выйду на улицу выйду с миленой погулять нам счастливого пути вам хорошего дня я целую пока пока ну понятное дело здесь биотуалет значит душ как он работает вот так высоко это удобно и стелить ничего не надо прекрасно мы с миленой сэндвичи едим устали как эти после зоопарка удастся удобно да затем одним роковым вечером в две тысячи восьмом они узнали как нужно развлекаться с ума парень им не велосипедное зрелище другие тусовщики явились на пивища среди них женщина красоты неземной они на не покажи где мишка иланутист и мы 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 Продолжение следует...